Дамы и господа, представляю вашему вниманию деда, который очень умело может себе надоить со своих пяток мощнецкого крутого пота. Сценарий к этому видосу переписывался где-то раза два, из-за постоянной новой и новой информации. Мне нравится, как на ютубе, я говорю, будете смотреть? Они такие, да, я так описываю ролик. ЧЕГО? Опять же, если бы не мои подписчики, я так бы и не узнал о нем. Спасибо за это двум героям моего дискорд-канала. Ну, это вообще на самом деле очень локальный дед, я помню давным-давно вообще, ну когда, лет пять точно назад. Я не помню как, но на Анином стриме мы нашли этого деда и просто его ролики именно смотрели. И решил тоже приобрести пидорские носки. Какие? Не расслышал. Так вот, Константин Горохов, дропнули его 9 декабря тысяч... О, ну, кстати, я вот интересно с биографией. Вот каково Константину Горохову жить в мире, когда все знают, чем он занимается. Ну, и сейчас, сейчас, это, разгонимся, сейчас поймем. В том же году Константин Горохову живет в школе номер 156. По профессии он монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Служил же он в 38-й ракетной дивизии с 1990-го по 1992-й. В том же году часть была и расформирована в связи с распадом СССР. Но, что немаловажно, Константин является любителем резиновых сапог, котных ног и голубей. Как живой, ну, сука, не живой, ебать! Возможно, вы знаете его по знаменитому... Я на секунду подумал, что это он снимал этот мем. Игра хорошая, хотя бы на фоне. Видеоролику самая мощная. Да-да, игра специально подобрана, чтобы вы смогли иногда расслабиться просто. ...в мире, который набрал на секундочку 1,2 миллиона просмотров. А я придумал еще такой маленький этот опросик. Напишите в чат, кто будет записи смотреть, в комментарии. У кого какой фетиш? А в конце я расскажу свой. Сейчас я вам прошу самую мощную в мире отрыжку. Кого? Отрыжку? Почему же вставка с его роликами зашикалена спросить? Как плохо. А все потому, что я не нашел видосов о нем на ютубе от других обзорщиков. Кроме как упоминания о нем на ютуб канале андеграунд. И ныне эти ролики почему-то удалены. Возможно, конечно, они набрали мало просмотров, и автор просто-напросто их скрыл. Хотя, я думаю, проблема в том, что Костян благополучно кидает струйки на каналы. Не знаю. И поэтому мне придется немного выкручиваться. Да ладно, вот паренек, паренек. Я, конечно, не эксперт ютуба, но как бы... Давай по делу, что ты объясняешь вот это нам? Что у тебя там, как там, сколько раз ты видео сделал? Давай уже про мужичка с потом уже, поехали. Я имею два канала на ютубе. Кучу фан-базы в комнате у себя на странице. И большую коллекцию старой обуви, которую он нюхает по вечерам. Ну, насчет последнего не уверен. Известен, в первую очередь, своими впрениями ног. Прикиньте, прикиньте, 64 часа пот собирает с ножек. Смывающимися фразами. Соль в рот, соль. Фу. Или не фу. И хорошими познаниями. Ну, вроде яйца пьют многие, я даже пробовал когда-то. Ну, соль насыпать в рот сначала, хуйня какая-то. Из-за голубях, которых он нередко тащит с улицы, после чего выхаживает и отпускает. Ну, или же хоронит. Ну, по крайней мере, он первый, кто мне попался на просторах ютуба, который обозревает сапоги, латексную обувь и воздушно-напряженные носки. Он же изучает воздействие плений на кожу стоп. А также инженер, радиолюбитель. Ну, он ученый, ученый. Заводчик голубей. И, само собой, хикан сотового левела. А я, кстати, не помню, когда мы смотрели его видосы, вот он пот свой собирал. Он что с этим потом потом делал, кто-нибудь помнит? Зачем он это делал вообще? Там есть еще какой-то более мерзкий подтекст или... Пил? Да, не может быть. Я думаю об этом, но нюхал. А, просто нюхал. Ну, тоже, конечно, жесть, но хоть не пил, да? Он жижу для вей... А, да, он как-то сделал жижу для вейпа, да, точно. И курил это, сидел. Да, да, было, было. Любит мужик ходить сутками в керзовых сапогах и потом спускать на это. Че доебался до него, спросите вы. Ну, у него на канале есть кое-что пожестче, чем обычная носка резиновой обуви на ногах. Начну, как обычно, с самого лайтового. И предыстории канала. Первый его ролик датируется еще до рождения большинства моих подписчиков. А именно 22 февраля 2010 года. На нем Костик, по-видимому, намазывает сапоги силиконом. Наверное, чтобы герметичность была лучше. Чистит их, а потом показывает, какие сапоги на нем. Ну, и так чисто по кайфу закуривает сишку. Помимо роликов с обувью, у него появились и ролики с его обнаженными ногами. Где он напяливает на последние резиновые носки. Опа! А для чего существуют резиновые носки? Реально бывают резиновые носки? Также обзоры охоты крепкой. Ну, тут мое почтение, само собой. В дальнейшем у него пропадают на какой-то период ролики про ноги. И появляется куча видео про голубей. Вот парочка из них. Тенчики расплющились на кухонном столе. Парочка свела гнездо в кастрюле. И, моя любимая, попытка выселения голубиной пары с кухни. С одной стороны, я снимаю перед ним шляпку. Он, как я говорил ранее, находит больных птиц и выхаживает тех. Добряк! Добряк! А вы фу-фу, блин! Ну и что, что фетиши? Зато добрый. Только почему у него иногда голуби в кастрюле сидят? Вопрос, конечно. В целом просматривается его связь с ними. Я боюсь только представить, что чувствуют соседи. На протяжении всего времени сожительство с ним. Так как, судя по роликам, за животными он не убирает. И те гадят, где попало. Но Шиза напоминает о себе через некоторое время. И витяки с резиновыми сапогами и прелыми ногами опять заполняют его канал. Еще идет обзор на так называемые пидорские носки. Какие? И решил тоже. Не понял, какие? Приобрести пидорские носки. У меня, блядь, что-то наушник барахлит. Сейчас, секунду. И вот подследники такие. По щиколотку, пятка по щиколотку. Такие, как женские подследники практически. Короче, короче... Сысы, там вообще русский флаг на носках. Там мужицкий, он, наверное, говорит. Да, правильно? Такие пидорские носочки, короче. На моих резиновых и прозрачных сапогах. Ах, какая красота! Обалдеть! Ай, красотища какая! Ай, красиво! Ну ладно, идем дальше. Русский флаг затолкал в пот. Со своим резиновым башмаком. Мне кажется, уж дай повод, так в новостях такое могут разнести. 19 августа 2015 года он начинает пробовать себя в роли алкогольного сомелье. И делает просто серию роликов о браге, самогоне и другом алкоголе, созданном в кустарных условиях. Но с чего я конкретно начал охуевать? Это с того, что он начал лечить себя ударами тока по ногам, привязывая провода к пальцам и подключая технические через трансформатор. Было, было. Не, нормально, я тоже ходил как-то в больницу, мне в колено били током, говорили, поможет. У меня вылетала чашечка в бок коленная, потом засунули назад и ходил. Мокрые губки какие-то ложили мне на колено и током били, электрофорез, правильно, вот в домашних условиях. Инкрементировать похитрее. Помогло? Ну не знаю, мне кажется, и без электрофореза я бы ходить начал. Ну и с ним начал, возможно, помогло. Что мы видим? Вот мы видим выходное отверстие. В этот нулевой провод, в качестве нулевого провода у нас будет пальчик, через который будет течь электрический ток. Вот мы в нулевой провод втыкаем эту мандулу, так? Не, ну вообще, главное, чтобы на тебе, ну, электрическое не замкнуло. На тебе не остановилась вот эта связь электрическая, чтобы дальше пошла. Тогда, в принципе, просто не берите этот совет. Вроде, как бы, в принципе, ну ладно, закроем тему. Но в дальнейшем на его канал заливается то, ради чего мы здесь все собрались. Первое видео, где он, скажем так, прокалывает себе ноги. Начал он с мизинца. Бля, проток, все. Есть чего вспомнить. Это был мой самый первый пальчик, который я проколол своими руками, набравшись храбрости. Думал, что я не смогу сделать это из-за очень сильной боли. А на деле боль оказалась вполне терпимой. И палец при этом не пострадал. После излечения иглы спокойно ходил и боли вообще не чувствовал. Далее были ролики с периодичностью, где он тыкал себя в ноги разными иглами. И, признаюсь честно, зрелище такое себе. Также вышел ролик «Хирургия на себе. Вывод и извлечение гвоздя из ноги без анестезии». Я тоже так делал на коттедже недостроенном. Я как, блядь, нажал на гвоздь, нахуй, сука. Кто наступал на гвоздь вообще? Уф, как хорошо было. Когда он, знаешь, натягивается вот так вот, натягивается, подошву натягивается, натягивается. А потом бах, блядь, в ногу как по маслу заходит. Уф, хорошо было. Ого, как много. А это как будто все, да, через такой путь проходят. От которого я знатно был в шоке. Но проведя анализ и тщательный осмотр, я выяснил, что на видео не Костян, а какой-то другой чел. Нет, ну у меня тоже резко было, но процесс-то такой, что ты наступил, а оно еще подошву прорвало и как залетело. Не как, знаешь, наступаешь ты на землю плавненько так. А получается резко, быстро, жестко. Поверьте, я достаточно насмотрелся на его ноги, пока делал ролик. Да и сам автор говорит, что это не он, а ролик он взял на просторах интернета. Хочу отметить и плюсом, что буст к его популярности привела и серия роликов про так называемые самодельные вейпы. Зумерки любят такое. Ведь зачем платить за новый Айкос, если можно... Сейчас зумерки любите такое? Просит старый с помощью танцев с бубном и пары батареек. Но ролики у него из того же репертуара, так что обыватели схавали. А вот с наступлением зимы Прелудед начинает ходить босиком по снегу. Само собой, после того, как его ноги хорошенько пропотеют. Мне кажется, приятно, когда... Не-не, ну смотря как пропотели. Если зажарились уже ноги, то приятненько. А если так, холодным потом, то не знаю. Под снегом. Под снегом, че, блядь. Блядь, я себя чувствую, как будто в каком-то мультике, сука, тупом максимально. Мунаган пишет. Зумерки любите Прелодеда? Это че-то я, блядь... Ладно. Ты как будто, сука, какой-то персонаж из Рикки Морти или там Прелодед, блядь. Или Солнечные Противоположности. Минус 14 градусов. А теперь давайте перейдем к главному ответу. Почему же потный дед так любит носить сутками резиновые сапоги? И точить шпагу на такое. Вот как оправдывается сам Константин. В резиновых сапогах ноги не дышат. А если ходишь в них целый день, да еще и в жару. Ммм. Ммм. Ладно. То ноги в них сладко преют. И потеют, как в шузах из канады от бабушки Ребекки. А мне как раз приятно это ощущение. И нравится, когда ноги все время находятся в таком состоянии. Люблю портить ноги. Ненавижу. Надолго закупоривая их в резиновые сапоги. Находясь на солнце или в помещении. Горячие, постоянно потеющие ноги. Находящихся в резиновых сапогах. С герметично затянутым гальнищем. Длительное время. Возбуждают очень сильное сексуальное чувство. В резиновых сапогах хожу постоянно. Ноги к ним привыкли. И если заставляют перебываться в дышащую обувь. Я прям не могу остановиться слушать этот рассказ гениальный. Что-то типа как этот. 50 оттенков серого. Сразу начинаю чувствовать дискомфорт и неприятную вентиляцию. Эту привычку невозможно искоренить. Как бы мне не доказывали. Что нельзя просто ходить в резине. Что в ней ноги сопреют и испортятся. Это самое эротичное. 50 оттенков прелого. Обувь. Это мой фетиш. Меня раздражает, когда люди ходят в открытых туфлях или шлепанцах. Желаю поделиться чувствами с единомышленниками. Именно такого фетиша. Методом переписки. Ну, что и сделал мой подписчик. Он напрямую спросил у него, как он понял, что является фетишистом. На что ему был получен такой ответ. Что в школьные годы у него возникало пристрастие к потным ногам. И резиновым кедам. Тут скорее всего сапогам, а не кедам. Дико этого стеснялся. Резиновые кеды, сука. Да не, кстати, они бывают вот эти, знаете, с черной залупой. Мы всегда их называли кеды-залупы. Мне кажется, так все их называли, правильно? В принципе-то резиновые, резиновые. Обожаю потные ноги. Фукер, так может ты его сын? Боялся поделиться этим с кем-то. Ну, с подключением ваших интернетов. Последние открыли ему глаза. Костя понял, что он не один такой на белом свете. И это нормально. А на вопрос, почему тот не пойдет лечиться у специалистов от данной проблемы. Он ответил. А что мне это даст? Мне ничего не мешает. Один хрен любовь к женскому полу у меня не проявляется совсем. Что бы я ни делал. А зачем это лечить, если ему реально кайф? Ну, кайфует мужик сам с собой. Он же не захватывает там детей или женщин. Где-нибудь там не отлавливает, не надевает на них в сарае ботинки резиновые. Не сцедит с них пот. Сам над собой экспериментирует нормально. Я испытываю хоть какое-то возбуждение. Просто охуеть. Его канал является настоящим клондайком на ютубе. Ведь почти каждый его видос пробивает на разные эмоции. Начиная от отвращения и заканчивая диким ржачем. От комичности всего происходящего. С его творчеством вы можете ознакомиться на ютабах и твиче. У него даже канал в телеге есть. Так что дед у нас продвинутый. А на этом я хочу извиниться, если кого-то обидел. Ведь я хотел обидеть не только вас, а сразу всех. И до скорого, ребята. Мало деда, мало деда. А где информация? Я больше знаю, чем ты. Ты ролик собирал. А я больше знаю про этого деда, чем ты. Это твоя работа. Я знаю больше, чем ты. Меня это разозлило. Где вейп, блядь. Видео с вейпом. Где он свой пот, сука, сосет. Ну ладно, и так понятно. Так что? А, мой фетиш я должен был в конце сказать. Блядь, тяжело будет. У меня нету.